Глава 15. Смерть Андропова как непредвиденное обстоятельство и создание госбезопасностью глубинного государства. Тайные советники Андропова, Питавранов и Бобков, отдавали себе отчет в том, кто в действительности представлял угрозу существовавшему режиму. Угрозу эту они видели в Коммунистической партии Советского Союза, монопольно удерживавшей в своих руках власть и мешавшей госбезопасности навести в стране порядок. Внутри партийной номенклатуры, на самом высшем уровне, в последние месяцы жизни Брежнева шла ожесточенная борьба за власть, замешанная на интригах и авантюрах. 19 января 1982 года застрелился первый заместитель председателя КГБ Цвигун, считавшийся человеком Брежнева. Его неожиданный уход из жизни породил множество слухов. Одной из причин их появления было отсутствие подписи Брежнева под некрологом Цвигуну. Генсек не рискнул поставить свою подпись под некрологом самоубийцы, что лишь дало основания для разговоров об устранении Цвигуна, якобы пытавшегося обратить внимание Брежнева на криминальные связи его дочери Галины. В действительности это были лишь домыслы. Через шесть дней после самоубийства Цвигуна 25 января 1982 года умер Михаил Суслов, бывший вторым после генсека человеком в партии. Смерть Цвигуна ослабила позиции Брежнева в КГБ, а неожиданная кончина Суслова в политбюро и аппарате ЦК КПСС. Сам Брежнев, чувствуя, что физически слабеет, был вынужден серьезно задуматься о кардинальных кадровых изменениях в руководстве страны. Иван Васильевич Капитонов, в течение 19 лет руководивший отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС, ведавшим партийными кадрами высшего эшелона, вспоминал, что в октябре 1982 года у него состоялся на эту тему разговор с Брежневым. Цитата. «Видишь это кресло? В нем будет сидеть Чербицкий. Все кадровые вопросы решай с учетом этого». Конец цитаты. Речь шла о кресле генсека партии, на котором Брежнев, безусловно, не планировал видеть Андропова. Таким образом, на майские события 1982 года могут быть два взгляда. 24 мая 1982 года Андропова переместили с должности председателя КГБ на пост секретаря ЦК КПСС. Официально считалось, что он занял вакантное место умершего Суслова, и с формальной стороны перемещение Андропова выглядело повышением. На самом деле Андропов уже был секретарем ЦК КПСС с 1962 по 1967 год до перевода в КГБ. Смена кресла руководителя госбезопасности на безликую должность секретаря ЦК КПСС могла означать фактическое лишение Андропова власти. Тем более, что его преемником 26 мая 1982 года по личному распоряжению Брежнева был назначен чуждый Андропову Виталий Федорчук, бывший доверенным человеком первого секретаря ЦК КП Украины Владимира Щербицкого, того самого, которого Брежнев планировал сделать генсеком. Федорчук в одном из интервью вспоминает, цитата, «Когда я был председателем КГБ Украины, председатель КГБ Андропов требовал, чтобы мы ежегодно в Украине сажали по 10-15 человек. И мне стоило невероятных усилий, вплоть до конфиденциальных обращений к Брежневу, чтобы количество украинских диссидентов ежегодно ограничивалось двумя-тремя людьми. К тому же Андропов лично следил за ходом следствия по делам некоторых украинских диссидентов, иногда задавал направления». «Весной 1982 года, за полгода до смерти Брежнева, Андропов стал секретарем ЦК КПСС, а на освободившееся место председателя КГБ СССР были назначены вы. Это назначение произошло по инициативе Андропова? Нет, он меня ненавидел, так же, как и я его. А как же получилось, что именно вы стали председателем КГБ СССР? На этом настоял Леонид Ильич Брежнев. «Как вы знаете, я к тому времени больше десяти лет возглавлял КГБ Украины. И вот, помню, звонит мне Владимир Васильевич Щербицкий, говорит, будь у телефона, сейчас будет звонить Брежнев. Через пару минут звонит Леонид Ильич. Ты должен, говорит, сдать дела в Киеве, явиться в Москву и вступить в должность председателя КГБ СССР. Приходилось слышать, что Брежнев своим преемником хотел видеть не Андропова, а Щербицкого. Это правда. Еще в 1972 году, когда у него возникли первые серьезные проблемы со здоровьем, он пожелал уйти, а на свое место рекомендовал Щербицкого. А что же помешало осуществлению его желания? Не что, а кто. Все тот же Андропов. Он тогда через своего доверенного человека, академика Чазова, уговорил Владимира Щербицкого отказаться от предложения Брежнева. В 1982 году, уже чувствуя, что умирает, Леонид Ильич хотел, чтобы вместо него руководителем СССР стал Щербицкий. Но Андропов опять сыграл свою игру. Он сделал так, чтобы Щербицкий отправился с визитом в США. А в это время он, Андропов, заполучил должность секретаря ЦК. И в тех обстоятельствах Андропов просто вынужден был согласиться с требованием Брежнева назначить меня председателем КГБ СССР. Осенью 1982 года Брежнев умер. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал Юрий Андропов. Он назначил вас министром МВД. С чем это было связано? К тому времени больше 20 лет министром МВД СССР был генерал Щелоков. Андропов ненавидел его лютой ненавистью. Став лидером СССР, Андропов тут же Щелокова отправил на пенсию. А меня тоже, ненавидя и желая хоть как-то унизить, освободил с должности председателя КГБ СССР и назначил главным милиционером страны. Конец цитаты. Оказавшееся краткосрочным назначением Федорчука на должность председателя КГБ было вехой истории советской госбезопасности. В отличие от Шелепина, Семичастного и Андропова, служивший в госбезопасности с 1939 года Федорчук был кадровым офицером КГБ и нарушал устоявшуюся в последние десятилетия традицию, согласно которой на должность начальника госбезопасности назначались не чекисты, а партийные работники. 26 мая 1982 года традиция эта была окончательно нарушена. С этого дня должности руководителей госбезопасности стали занимать кадровые офицеры спецслужб. И хотя по многим свидетельствам Андропов, Питавранов и Бобков без энтузиазма восприняли назначение Федорчука на должность председателя КГБ, они, безусловно, воспользовались прихотью больного и готовившуюся к смерти Брежнева для создания новой системы преемственности, когда ведомством оставались руководить сами чекисты. Если снятие Андропова с поста председателя КГБ считать повышением, то можно предположить, что по политическим соображениям политбюро ЦК КПСС не хотело перемещать Андропова на должность генсека партии из кресла председателя КГБ и перевело его заблаговременно 24 мая 1982 года на нейтральную должность секретаря ЦК партии, дабы после смерти Брежнева сделать его генсеком. Так или иначе, 12 ноября 1982 года состоялся пленум ЦК КПСС, на котором очередным генеральным секретарем был избран Андропов. И уже 17 декабря того же года Федорчук был снят с поста председателя КГБ и назначен министром внутренних дел СССР вместо отстраненного от должности, ненавидимого Андроповым и Бобковым, прежнего министра внутренних дел Николая Щелокова. По признанию Федорчука, он ненавидел Андропова, воплотившего ему, так сказать, той же монетой. Основной причиной неприязненных отношений между ними было несогласие Федорчука с проводимой в стране борьбой с диссидентами, которая, по его мнению, во многом была инспирирована органами госбезопасности. Впрочем, интервью Федорчука относилось к 2006 году. Хвастаться преследованием диссидентов в те годы было уже не в моде, да и искренности не требовалось. Организатором развязанной в стране кампании по искоренению диссидентства был начальник 5-го управления КГБ Бобков, во всем находивший поддержку Андропова. В силу этого, сохранившаяся связка Бобков-Андропов исходно представляла для Федорчука серьезную угрозу и действительно завершилась его смещением с должности председателя КГБ. Преемником Федорчука стал генерал армии Виктор Михайлович Чебриков, значительно уступавший своему первому заместителю Бобкову в интеллектуальном и профессиональном планах, а потому Бобков стал фактическим руководителем КГБ, тем более что к Чебрикову Бобков внедрил сотрудника 5-го управления Евгения Быстрова, вставшего во главе 12-го отдела КГБ, осуществлявшего слуховой контроль за телефонной и факсовой связью и прослушиваемыми помещениями. Благодаря этому Бобков имел возможность оперативного получения информации, так сказать, из первых рук. Занятие Андроповым поста сначала Генсека, а затем, так сказать, президента страны, стало триумфом госбезопасности в Советском Союзе. Впервые с 1917 года руководитель чекистов сумел занять должность главы государства. Это не удалось никому из его предшественников. Недержинскому, участвовавшему в заговоре по отравлению Ленина и шедшему затем во главе похоронной процессии Ниберии, руководившему заговором по устранению Сталина. К 1982-1983 годам КГБ через Институт ОДР инфильтрировал все сферы жизни и деятельности Советского государства, пронизал общество своей агентурой и оставил нерешенной лишь одну формально стоящую перед госбезопасностью задачу — ликвидацию монополии Коммунистической партии на власть и устранение политического контроля Компартии над КГБ. Проживи Андропов еще какое-то время, эта задача, безусловно, была бы решена госбезопасностью, незаметной для страны и с выгодой для ведомства. Но 9 февраля 1984 года председатель Президиума Верховного Совета СССР и генеральный секретарь ЦК КПСС, сосредоточивший в своих руках всю полноту власти в государстве, умер от продолжавшейся много лет болезни почек. После смерти Сталина и Берии для Петовранова это была самая большая потеря. Ушел из жизни его ставленник, его надежда, его президент страны. Со смертью Андропова выскользнула из рук уже захваченная власть и лично Петоврановым, и госбезопасностью как государственным институтом. В очередной раз инициативу перехватила партия. Так называемым президентом с приставкой исполняющей обязанностей стал никому неизвестный человек Василий Кузнецов. Генсеком старший в очереди кремлевских старцов Константин Черненко. Впрочем, уже через два месяца после своего назначения на должность генсека, 11 апреля 1984 года Черненко, подобно Андропову и Брежневу до него, стал еще и президентом, что не могло не указать на определенную тенденцию. Всех последних генсеков КПСС просто, так сказать, тянуло стать, так сказать, президентами. 10 марта 1985 года Черненко умер. На следующий день беспрецедентно стремительно, чтобы не было вакуума власти и соблазна для КГБ захватить ее во второй раз после Андропова, генсеком стал Михаил Горбачев, родившийся 2 марта 1931 года и обещавший жить долго. Группе Петовранова предстояло теперь биться за место под солнцем в новых условиях. Основополагающим новым условием была полная децентрализация абсолютно всех советских государственных структур. В переводе на разговорный язык – полный бардак. Нужно ли удивляться, что единственной государственной структурой, подготовленной к этому грядущему хаосу, оказалась госбезопасность? Она стала единственной советской структурой, выжившей в этом хаосе. Запасные аэродромы группа Петовранова отстраивала в нескольких направлениях. Важнейшими, видимо, следует считать три. Создание учреждений, институтов, в которых будут числиться и формально работать во время штурма сотрудники госбезопасности, спасавшиеся от грядущей геополитической катастрофы. Создание подконтрольных год безопасности российских и иностранных структур, через которые будет осуществляться деятельность лиц и учреждений, особенно в части заграничных операций. Создание подконтрольной группе Петовранова финансовой базы для всей последующей деятельности на годы и годы вперед. 4 июня 1976 года в Москве создали небросавшийся в глаза советской общественности с длиннющим, незапоминавшимся названием Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований в НИИСИ, Государственного комитета Совета министров СССР по науке и технике и Академии наук СССР, цитата, «для комплексного исследования научно-технических и социально-экономических проблем, имеющих большое народно-хозяйственное значение». Конец цитаты. С момента его создания руководил им Джермен Гвишиани. Имя Джермен состояло из начальных букв фамилии основоположников советских органов госбезопасности – Дзержинского и Минжинского. Назвал так своего сына Михаил Максимович Гвишиани, имевший всего лишь два класса образования, но дослужившийся в органах ОГПУ, НКВД, МГБ до звания генерал-лейтенанта. Удачной карьере Гвишиани способствовала его близость к Берии, личной охраной которого он руководил в период его нахождения на должности первого секретаря ЦК КПБ Грузии. После ареста Берии в 1953 году Гвишиани уволили из органов госбезопасности и лишили генеральского звания. От дальнейших репрессий его спас Алексей Косыгин. В 1948 году Джермен Гвишиани женился на дочери Косыгина – Людмиле, а Косыгин с декабря 1953 года занимал должность заместителя председателя Совета Министров СССР. Трогать родственника Косыгина, устранившие Сталина и Берию, заговорщики не стали. В НИИСИ появился на свет как советский филиал Международного института прикладного системного анализа – МИПСа. МИПСа, в свою очередь, был основан и того раньше, в октябре 1972 года. Его очередителями были США, СССР, Канада, Япония, ФРГ, ГДР и некоторые другие страны. Разместился этот институт в Нейтральной Австрии, под Веной, в Локсенбургском замке. Это престижное венское учреждение неоднократно посещал Питавранов для установления контактов с представителями деловой элиты мира. Главным научным сотрудником МИПСа и в НИИСИ был молодой человек 46-го года рождения, закончивший Московский физико-технический институт, кандидат физико-математических наук Сергей Питавранов, сын Евгения Питавранова. Новым человеком в группе Питавранова в тот период стал Олег Шенин, с которым генерал-майор КГБ Б.С. Иванов познакомился в Афганистане. Для СССР это знакомство имело самые трагические последствия. Шенин родился в 1937 году. По завершении образования в строительном техникуме он работал в качестве техника-десятника, прораба и начальника производственного отдела на строительстве Красноярска-26. Небольшой город с таким названием, ныне Железногорск, был расположен в 64 километрах севернее Красноярска, на правом берегу реки Енисей. Во времена Советского Союза вся информация о городе имела гриф «совершенно секретно». В нем был построен горно-химический комбинат, основным видом деятельности которого являлось производство оружейного плутония, компоненты необходимого для создания ядерного оружия. В строительные работы были вовлечены десятки тысяч заключенных советского ГУЛАГа, построившие практически подземный город, длина туннелей которого превышала размеры московского метро. В возрасте 27 лет Шенин был назначен на должность начальника строительного управления, осуществлявшего строительство Красноярского алюминиевого завода. В 67 по 74 год он работал на руководящих должностях в Тресте Ачинско-Люминстрой. Кстати, в руководимом им Тресте начинал свою трудовую деятельность нынешний министр обороны России Сергей Шойгу, карьере которого способствовал Шенин, друживший с его отцом. В 74 году Шенина избрали первым секретарем Ачинского горкома партии, и вся последующая его жизнь была связана с работой в органах КПСС. В 80-м году его направили в Афганистан в качестве зонального советника в провинциях Нангархар, Лагман и Кунар. Там и произошло сближение на идейной основе двух убежденных сталинистов генерала КГБ Иванова и партийного функционера Шенина. Позже их и объединил под своим началом Питавранов. Таким образом, глубоко законспирированной группе чекистов присоединился еще достаточно молодой партапарайчик Шенин. По прошествии многих лет в 2001 году он скажет, цитата, «Мы уже тогда, в 1979 году, чувствовали опасность распространения исламского фундаментализма и ввели войска по просьбе законного руководства Афганистана. Скажу сразу, что я никогда не считал этот шаг ошибочным. Наоборот, ошибкой был непродуманный вывод их оттуда». Конец цитаты. В 1990 году на 28-м съезде КПСС Шенин, к тому времени первый секретарь Красноярского крайкома партии, был избран секретарем ЦК КПСС и членом Политбюро. В своем первом выступлении в новом качестве перед аппаратом ЦК 29 августа 1990 года он сказал, цитата, «Обстановка будет усложняться. Нам надо ориентировать себя и партийные комитеты на чрезвычайную ситуацию». Конец цитаты. Практически сразу же после своего избрания в Политбюро ЦК КПСС 23 августа 1990 года Шенин подготовил к рассмотрению Политбюро так называемую памятную записку под названием «О неотложных мерах по организации коммерческой и внешнеэкономической деятельности партии». В ней, в частности, говорилось, цитата, «Особое место в новых для КПСС условиях» занимает вопрос о подключении принадлежащих партии, предприятий и хозяйственных организаций, а также ее денежных средств к внешнеэкономической деятельности. Это важно как для создания автономного канала получения валюты в партийную кассу, так и для финансирования межпартийных связей. При этом потребуется соблюдение разумной конфиденциальности и использование в ряде случаев анонимных фигур, анонимных форм, маскирующих прямые выходы на КПСС. Конечная цель, по-видимому, будет состоять в том, чтобы наряду с так называемой «коммерциализацией», имеющейся в наличии партийной собственности, планомерно создавать структуры так называемой «невидимой» партийной экономики, к работе с которой будет допущен очень узкий круг людей, определяемый генеральным секретарем ЦК КПСС или его заместителем. Все это подсказывается опытом многих партий, десятилетиями работающих в условиях многопартийности и рыночной экономики. Представляется, что следовало бы принять в неотложном порядке перечисленные ниже меры, чтобы обеспечить условия для развертывания коммерческой и внешнеэкономической деятельности партии на уровне ее центральных органов. Обстоятельно проанализировать существующую правовую базу законы Союза СССР и республик с целью определить оптимальные легальные возможности для перехода к коммерческой и внешнеэкономической деятельности партии. Кроме того, активно подключиться через депутатов-коммунистов к подготовке новых законодательных актов в Верховных Советах Союза СССР и некоторых республик, чтобы обеспечить защиту экономических интересов партии. Подготовить предложения о создании каких-то новых так называемых промежуточных хозяйственных структур, фонды, ассоциации и тому подобное, которые при минимальных так называемых видимых связях с ЦК КПСС могли бы стать центрами формирования, так сказать, невидимой партийной экономики. Безотлагательно приступить к подготовке предложений об использовании анонимных форм, маскирующих прямые выходы на КПСС в развертывании коммерческой и внешнеэкономической деятельности партии. Рассмотреть в частности вопрос о возможностях присоединения через участие в капитале к уже функционирующим совместным предприятиям, международным консорциумам и тому подобное. Рассмотреть вопросы о создании контролируемого ЦК КПСС банка с правом введения валютных операций об участии партий своими валютными ресурсами в капитале, оперирующих в международном масштабе фирм, контролируемых хозяйственными организациями друзей. Для обеспечения внешнеэкономической деятельности следовало бы также безотлагательно начать аккумуляцию на отдельном счете КПСС партийных взносов загранучреждений, провести консультации с Госнабом СССР по вопросу об использовании для внешнеэкономического сотрудничества партии советского имущества, остающегося после вывода советских войск из Чехословакии, Венгрии и ГДР. Конец цитаты. Трудно поверить, что новичок в высшем партийном органе Шенин мог подготовить документ, который требовал глубоких специфических знаний о тайной деятельности партии, скрытой от глаз не только ее рядовых членов, но и большинства руководителей высшего ее звена. Проводником скрытых операций КПСС по финансированию зарубежных компартий и созданию за рубежом предприятий и различных финансовых конститутов, связь с которыми была глубоко законспирирована, традиционной являлась внешняя разведка СССР. Рукой Шенина водили мастера, знавшие толк в тайных зарубежных операциях Петовранов и Иванов, теперь уже генерал-лейтенант, первый заместитель начальника ПГУ, внешней разведки КГБ. Именно Петовранов и Иванов были идейными наставниками Шенина и его негласными кураторами. Для осуществления их далеко идущих планов им нужен был свой человек в высшем партийном органе, и в лице Шенина они его получили. В интересах так называемой фирмы Петовранова в 80-е годы стал работать молодой перспективный чекист-экономист Александр Евгеньевич Лебедев. Он родился в 1959 году в Москве. Его отец Евгений Николаевич был профессором в МГУ имени Баумана. Мать Мария Сергеевна преподавателем английского в МГИМО. С 1977 по 1982 год А.Е. Лебедев обучался на экономическом факультете МГИМО, специализировался на изучении мировой валютно-финансовой системы. С 1984 года он состоял на службе в ПГУ. Формально задачей Лебедева было предотвращение вывода капитала из СССР. На самом деле, будучи офицером внешней разведки СССР, он регистрировал в Лондоне предприятия, прибыль от деятельности которых оседала в офшоре на Каймановых островах, где держал так называемый «общак» Иванов, один из ведущих сотрудников группы Петовранова. Платформой для изучения происходивших в СССР явлений стал так называемый «закрытый отдел» Института социологии Академии наук СССР. Для службы там были определены 15 офицеров госбезопасности из 6-го аналитического отдела 5-го управления КГБ. Подчинялись они непосредственно Бабкову. Во главе отдела был поставлен заместитель директора Института социологии, являвшийся агентом КГБ. Вот что вспоминал об этой структуре в 2003 году директор Института социологии Академик Геннадий Осипов. Цитата. «Закрытый отдел укомплектовали сотрудниками КГБ, которые проводили очень интересные исследования. Скажем, еще в 70-е годы, после исследований в Эстонии, сотрудники этого отдела написали работу о том, как там будут развиваться события, и оказались правы на 100% создание национального фронта, отделения и так далее». Конец цитаты. Так называемый «закрытый отдел» выделился затем в самостоятельный институт, фактическим руководителем которого стал Бабков. Сеть иностранных агентов была подготовлена Питоврановым заблаговременно. Кроме Калмановича, за границу были выведены еще несколько человек. Одним из них был Борис Бирштейн, иногда пишущийся как Бирштейн. Он родился 11 ноября 1947 года в Вильнюсе. В 1972 году стал директором текстильной фабрики в своем родном городе и вскоре, как в свое время, Калманович решил уехать в Израиль. Правда, прежде чем заслужить желанное для многих советских евреев право на эмиграцию, ему пришлось несколько лет активно поработать в качестве агента на 5-й отдел КГБ Литовской ССР. В задачи Бирштейна входило, в том числе, в выявление евреев, ведущих так называемую сионистскую пропаганду, желавших выехать на постоянное место жительства в Израиль и организовывавших в связи с этим в СССР так называемые ульпаны по изучению иврита. Бирштейн оправдал доверие своих кураторов из республиканского КГБ и в награду получил в 1977 году разрешение на эмиграцию, оставшись на всю жизнь агентом КГБ. Работу по подготовке и выводу агентуры по линии репатриации евреев в Израиль со всей территории Советского Союза организовывал и координировал 8-й отдел 5-го управления. В 1982 году из Израиля через Швейцарию Бирштейн переехал в Канаду и стал затем канадским гражданином. Кроме того, в 1982 году он зарегистрировал в Швейцарии компанию, название которой состояло из первых букв имен его детей – Симоны и Олекса, фамилии Бирштейн через «Е» и слово «компания» – Сиабекко. После этого в предельно короткий срок Бирштейн с помощью своих кураторов из КГБ стал одним из влиятельнейших бизнесменов на постперестроечном советском пространстве и в мире. Основанная в Швейцарии 6 сентября 1982 года компания Сиабека стала главной фирмой Бирштейна, через которую работала группа Питавранова-Бабкова. Компания была открыта со стандартом для западных фирм уставом – для покупки, продажи и посредничества в торговле всевозможными товарами, а также для деятельности в интересах других компаний. Примерно 30% деятельности фирмы приходилось на Европу, 5% – на США, 65% – на страны так называемого Восточноевропейского блока. Начальный капитал фирмы составлял 50 тысяч швейцарских франков. К октябрю 1984 года капитал фирмы вырос до 300 тысяч франков. У Сиабека был банковский счет номер 8402 в Цюриховском банке Индосуэц – Банк Индосуэц. Со дня основания фирмы руководили Герман Альтман, гражданин Швейцарии, и Вениамин Керет, гражданин Израиля. 28 сентября 1983 года в Швейцарии была создана фирма Сиабека Трейдинг А.Г. с начальным капиталом в 50 тысяч швейцарских франков. 14 апреля 1982 года в Гонконге была зарегистрирована фирма Сиабека Интернешнл Лимитед с начальным капиталом в 1 тысячу гонконгских долларов. 25 мая 1984 года директорами этой фирмы стали Бирштейн, Альтман и проживавшие в Израиле граждане США Давид Кац и Давид Цвебель. Затем 26 ноября 1984 года в канадском городе Торонто провинция Онтарио была зарегистрирована фирма 606-394 Ontario Limited, которая 2 июля 1985 года была переименована в Сиабеко Интернешнл Канада, а 24 декабря 1985 года стала Сиабеко Групп Корп, директором, президентом и единственным держателей акции этой фирмы был Бирштейн. Консультантом цюрикской Сиабека числился полковник ПГУ Леонид Веселовский, с которым Питавранов сблизился в Португалии, где часто бывал по службе. Постепенно Питавранов стал привлекать Веселовского к работе в интересах фирмы. В ноябре 1990 года Веселовский был отозван из-за границы и переведен на должность офицера действующего резерва в управлении делами ЦК КПСС. Именно Веселовским была разработана целая система по выводу денег КПСС за пределы СССР. Он перенаправлял миллионы долларов с партийных счетов на указанные Питаврановым счета в зарубежных банках, где ими распоряжались многочисленные зарубежные агенты госбезопасности типа Калмановича и Бирштейна. За две недели до августовского путча Веселовский уволился из управления делами ЦК КПСС и выехал в Швейцарию, чтобы вернуться в Россию уже после переворота. О масштабах этой операции дает представление пространная статья, опубликованная 1 февраля 1993 года газетой «Вашингтон-Пост» под названием «Вчерашние коммунисты в погоне за быстрой наживой». Цитата. Типичным для новой поросли международных коммунистов-капиталистов можно считать Леонида Веселовского, которого прокуратура России официально объявила важной фигурой в ведущемся расследовании финансовых операций ЦК КПСС. Превращение Веселовского и сотрудника КГБ в предпринимателя-капиталиста отражает последние минуты деятельности старой советской номенклатуры, которая осознала, что зародившаяся система хаотического капитализма сулит больше возможности личного преуспевания, чем умирающая коммунистическая диктатура. Коренастый, атлетического сложения мужчина с пудовыми кулаками, Веселовский изображался российскими газетами как так называемый «крестный отец» сети коммерческих фирм и первых совместных предприятий, основанных коммунистической партией на закате ее существования. Сам же Веселовский утверждает, что в прошлом он незначительный среднего уровня бюрократ КГБ, которому излишняя известность мешает честно зарабатывать на жизнь. В трудовой стаж Веселовского входит пребывание в Португалии в конце 70-х – начале 80-х годов, когда он служил офицером разведки КГБ. Он отказывается обсуждать подробности своей работы того периода. Но то, чем занимался Веселовский, вполне могло научить его искусству так называемого бизнеса по-советски. Одной из основных задач первого главного управления внешней разведки КГБ было тайное финансирование западных компартий через сеть так называемых дружественных фирм. Рассекреченные документы КПСС показывают, что наиболее обычной финансовой практикой в этой деятельности было создание фондов при помощи экспорта искусственно удешевленных советских товаров или сырья. Например, западноевропейские издательства «Левой ориентации» ежегодно получали десятки тысяч тонн типографской бумаги бесплатно или почти бесплатно. Часть этой бумаги продавалась по рыночным ценам, а вырученные деньги шли в секретную кассу партии. Трудно выяснить, чего именно добился Кремль, тайно субсидируя левой организации сотнями миллионов долларов. Однако ясно, что эти официально одобренные внешнеторговые сделки стали стандартным методом вывоза денег из страны и быстрого получения прибыли в твердой валюте. Компартии и КГБ первыми проложили дорожку к обогащению. По свидетельству бывших партапарадчиков, когда в 85-м году генсеком ЦК КПСС стал Горбачев, советская Компартия начала думать, как расширить свою коммерческую активность. Основной идеей в этом направлении был обмен власти на имущество. Иными словами, партия была готова отдать свою монополию на право принимать политические решения, получив взамен долгосрочные экономические привилегии. Согласно тем же свидетельствам, к 90-му году КПСС оказалась под угрозой серьезного финансового кризиса, и партийное руководство было вынуждено действовать оперативно. Примерно в то же время полковник КГБ Леонид Веселовский подыскивал новую работу. Вакансия объявилась в Центральном комитете, политическом нервном центре бывшего Советского Союза. Веселовский утверждает, будто он направил своим будущим хозяевам, докладную записку, в которой описал механизм того, как переправить на Запад фонды КПСС путем создания совместных финансовых предприятий в странах с так называемой умеренной системой налогообложения, типа Швейцарии. Управляющий делами ЦК Николай Кручина оказался под впечатлением этой докладной настолько, что пригласил полковника на работу и предложил реализовать его замысел. По словам Веселовского, большинство его идей, так называемого отмывания партийных средств, так и не пошло дальше стадии разработки. Однако российская прокуратура отнюдь не уверена, что это так. Следователи говорят, что им удалось напасть на след 7 миллиардов рублей, примерно 1 миллиарда долларов по курсу того времени, принадлежащих КПСС и вложенных в российские компании и совместные предприятия. Леонид Веселовский утверждает, что поворотным моментом в его жизни стала встреча с фронтоватым канадским предпринимателем Борисом Бирштейном. Бывший советский эмигрант, обосновавшийся в Канаде в середине 80-х годов, Бирштейн своей деловой активностью демонстрировал, что прекрасно использовал российскую систему, построенную на личных связях, а личными самолетами, бриллиантами и подбитой соболями шубой олицетворял образ удачливого капиталиста. По словам представителей прокуратуры России, они располагают документами, свидетельствующими о том, что еще работая в ЦК КПСС, бывший полковник КГБ Веселовский начал убеждать свое начальство, ввести дела с зарегистрированной в Цюрихе компанией Бирштейна Сиабека. Для всего этого заранее разработали многоходовую агентурную операцию на основе принципов, изложенных Веселовским в написанном им меморандуме под названием «Основные принципы организации экономической деятельности в интересах КПСС». Конец. Сиабека, основанная агентом КГБ Бирштейном, стала одной из торгово-коммерческих структур, занимавшихся внешнеторговой деятельностью для отдела контроля при ЦК КПСС и КГБ. Наибольшее количество финансовых операций Веселовский проводил именно через нее. Товары стоимостью от 50 млн до 150 млн долларов в год экспортировались из СССР по ценам на 50-60% ниже рыночных. Часть средств от продаж перечислялась на банковские счета, контролируемые ЦК КПСС и КГБ. Глава фирмы Бирштейн находился под личным покровительством управляющего делами ЦК КПСС Кручины, председателя КГБ Крючкова и его заместителя Бобкова. Вот что показал об этом Веселовский в сентябре-октябре 1991 года, когда был привлечен к следствию по делу ГКЧП. Цитата. В ноябре 1990 года по просьбе руководства ЦК КПСС Ивашко и Кручина решением руководства ведомства Крючков и Бобков я был переведен из ПГУ на работу в управлении делами ЦК КПСС. Решением секретариата ЦК КПСС я был назначен на должность зам-зав-сектором по координации экономической деятельности хозяйственных служб. Основанием для моего перевода в ЦК явилась срочная потребность УДЦК создать подразделения, способные координировать экономическую деятельность хозяйственных структур партии в изменившихся условиях. Выбор пал на меня, поскольку по своему образованию я являюсь экономистом-международником, имею опыт зарубежной работы и был известен большинству руководящих работников ЦК по своей деятельности в ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС. Я полагаю, что не последнее место в выборе моей кандидатуры сыграло то обстоятельство, что, будучи в длительной командировке по линии ведомства в стране со сложной обстановкой – Португалии, мне было поручено осуществлять связь с компартией Португалии, которая в тот период времени находилась на полулегальном положении. Была достигнута договоренность о периодическом информировании Бобкова о моей деятельности в УД ЦК КПСС. Изучив меморандум «Основные принципы организации экономической деятельности в интересах КПСС», я подтверждаю, что я написал его до моего назначения на должность заместителя председателя секции контроля ЦК КПСС. Энн Кручина, занимавший тогда должность управляющего делами, поручил мне изучить данный предмет, что я и сделал в меру своего представления о нем. Однако написанная мною памятная записка так и не нашла применения на практике. На начальном этапе работы по этому вопросу я работал вместе с Поставаловым из Министерства внешнеэкономических связей. В данное время я пытаюсь осуществить соучастие в данном проекте четырех компаний из других стран – ОСКИ в Чили, ХСС Инш в Северной Германии, КРС в США, Сиабека в Канаде. Я отлично знаю эти фирмы. Конец цитаты. Как именно должны были выводиться и отмываться партийные деньги, Веселовский разъяснял в своем исходном меморандуме. Цитата. «Денежные ресурсы, отраженные в финансовых документах, открыто могут быть инвестированы только в общественные, социальные и благотворительные фонды, что затруднит их конфискацию в будущем. Средства, поступающие в виде доходов в партийную кассу и отраженные в финансовых документах, должны быть использованы для приобретения анонимных акций, фондов отдельных компаний, предприятий, банков, что с одной стороны обеспечит стабильный доход независимо от дальнейшего положения партии, а с другой в любой момент эти акции могут быть использованы на фондовых биржах с последующим размещением капитала в иных сферах с целью обезличивания партийного участия, но с сохранением контроля. Принятие данных мер потребует организовать срочно отбор особо доверенных лиц, которым будет поручено выполнение отдельных пунктов программы. Не исключается создание категории негласных членов партии, которые будут обеспечивать ее жизнедеятельность в любых условиях чрезвычайного периода. При этом Веселовский утверждал, что его вовлеченность в процесс ограничивалась написанием меморандума и что на практике он не принимал участия ни в одной операции по сокрытию денег, полученных от КПСС и ничего не знает относительно этих операций. «Я не имею ничего общего с валютными поступлениями от КПСС. Вообще я не одобряю экспорт золота из страны и считаю, что такая операция вряд ли может быть проведена секретно», — конец цитаты заявил он на допросе в октябре 1991 года. Действительно, так называемое «золото партий» из страны никто не вывозил, так как такую операцию невозможно было осуществить тайно. На счета заблаговременно созданных на Западе компаний под руководством и контролем офицеров КГБ и разветвленной зарубежной агентуры госбезопасности за границу выводились деньги. На них, в частности, планировалось создать новую многопрофильную акционерную компанию совместно со швейцарско-канадской фирмой «Сиабека». В новую структуру должны были войти банки, авиакомпания, международный торговый дом, фонд приватизации и сеть холдинговых компаний в различных регионах страны. Согласно плану Веселовского, проект был рассчитан на 50 лет. Не стоит думать, что Веселовский был единственным представителем внешней разведки, вовлеченным в подобные операции. В сентябре 1999 года сотрудник ЦРУ США, расследовавший этот вопрос Ричард Л. Палмер, дал показания Комитету по банковским и финансовым вопросам Палаты представителей США. Цитата. Первые официальные встречи элитной группы Советского Политбюро и влиятельных представителей номенклатуры для обсуждения того, как скрыть средства, активы и ресурсы Коммунистической партии Советского Союза от различных так называемых демократических режимов, относятся к 1984 году. Два года спустя в КГБ набрали специалистов из ПГУ, имевших опыт так называемого перевода денег, так сказать, перевода денег за границу для работы в Международном отделе Коммунистической партии и КГБ. Перемещение денег за границу держалось в строжайшей тайне. Группа специалистов по планированию этой финансовой операции предсказывала, что резиденты КГБ за границей больше не смогут быть основными исполнителями, так сказать, перекачки валюты за границу. Однако каналы и методы КГБ позволили осуществить первоначальное движение средств, чтобы помочь осуществить первую фазу этого секретного плана. По мере того, как 80-е подходили к концу, стало ясно, что генеральный секретарь Михаил Горбачев быстро теряет контроль, пытаясь реформировать управление и экономику СССР, сохраняя лидирующие позиции КП. Затем элитная экономическая группа приступила к реализации планов на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы надежно скрыть активы за рубежом. Советские государственные компании передали активы недавно созданным иностранным дочерним компаниям с Кипра и в Карибский бассейн. Эти дочерние предприятия были экспортными и импортными компаниями, банками и торговыми компаниями, созданными для торговли советским сырьем. Некоторые из них не имели очевидных связей с советским правительством, но были созданы людьми, получившими, так сказать, суды от имевших к ним отношения банков. На самом деле большинство якобы частных кооперативов, которые образовались в Советском Союзе в конце 80-х и стали демонстрацией, так сказать, перестройки, были созданы на государственные средства и возникли как прикрытие для того же государства. Важную роль сыграли и торговые компании, созданные для продажи государственных ресурсов. Эти фирмы получали нефть, хлопок и алмазы по ценам, субсидируемым государством, и продавали все это за границу по рыночным ценам, и не за рубли, а за иностранную валюту. Прибыль была огромной, но она не возвращалась обратно в Москву, а направлялась во все уголки мировых налоговых гаваней, такие как Швейцария, Гонконг, Кипр и Каймановы острова, для того, чтобы прибыль, так сказать, отмывалась и использовалась для создания нового поколения компаний, в которых еще труднее было различить истоки коммунистической партии и Советского Союза в целом. Часть денег возвращалась в СССР, иногда создавая совместные предприятия с советскими партнерами, но это уже считалось прямыми западными инвестициями. Эта практика получила распространение в период с 1989 года до распада Советского Союза в декабре 1991 года. Конец цитаты Одним из первых офицеров внешней разведки, направленных в аппарат ЦК КПСС, по указанию первого заместителя председателя КГБ генерала армии Бабкова, был Андрей Дмитриевич Жуков, 48-го года рождения, уроженец Ленинграда. В 1971 году он окончил физический факультет МГУ, после чего был взят на службу в КГБ, зачислен в ПГУ. В 1987 году он был уже начальником отдела ПГУ, откуда и был переведен Бабковым как офицер ДР в международный отдел ЦК КПСС, где служил под прикрытием должности консультанта. Как и его коллега по внешней разведке Веселовский, А. Жуков должен был обеспечить вывод огромных сумм, которыми располагала партия в структуры, контролируемые КГБ. Целью этой операции было создание материальной базы для установления в стране режима подконтрольного госбезопасности взамен политически обанкротившейся системы, созданной КПСС. Международный отдел ЦК КПСС был преемником исполкома Коминтерна, упраздненного Сталином в 1943 году из-за обвинений союзников по антигитлеровской коалиции в том, что Коминтерн вовлечен в подрывную деятельность против союзников. Отдел являлся центром по выработке международной политики партии, стратегии по финансовой и материальной помощи коммунистическим партиям и близким им по идеологии, политическим движениям и группам зарубежных стран. Кроме прямой финансовой помощи, которая осуществлялась посредством резидентур советской разведки ПГУ, в зарубежных странах создавались так называемые фирмы друзей, получавшие льготы при оформлении сделок Советским Союзом, позволявшие получать на этих сделках сверхприбыли, используемые затем для тайного финансирования просоветских партий и организаций. Теперь же, когда возникла реальная угроза существовавшему в стране режиму, руководство КПСС и КГБ в срочном порядке стало разрабатывать программу вывода денег на счета этих полуподпольных структур. Для этого были необходимы собственные банки, многочисленные коммерческие структуры и совместные предприятия СП, специализировавшиеся на отмывании денег. Авторы одного из исследований пишут, цитата, «За короткий срок КПСС успела создать около полутора тысяч СП и АО со смешанным капиталом на общую сумму 14 миллиардов рублей и 5 миллиардов долларов. Теневая партийная экономика до развала СССР успела набрать обороты и обеспечить тайных владельцев анонимными акциями и фондами западных компаний и банков». Внутри страны КПСС и РКП стали соучредителями или владельцами контрольных пакетов акций ряда банков. К моменту распада СССР они развалили бюджет страны, наделали долгов на 144 миллиарда долларов, вывезли из страны золота, оставив демократам в наследство жалкие 289 тонн. Конец цитаты. Это было меньше, чем имела гитлеровская Германия в момент окончания проигранной ею Второй мировой войны. Тенденцию авторы исследования определили правильно. Компартия захватывала позиции в будущей рыночной экономике еще не умершего СССР. Считалось, что план этот созрел в голове Андропова и был реализован после его смерти. Но очевидно, что так называемый Андроповский план, если иметь в виду финансовую сторону дела, родился в трех головах – Андропова, Питавранова и Бобкова. Со ссылкой на неназванный источник информации Сергей Кугушев и Максим Калашников писали, цитата, «Мы можем только реконструировать эту самую секретную часть Андроповского плана, догадываться о масштабе проводимых им мероприятий». Приведем здесь лишь три факта. В конце 70-х годов Андропов из особо приближенных лиц создал замкнутую, своего рода тайную организацию внутри КГБ СССР. Сам он общался всего с несколькими избранными ближайшими соратниками. Сеть особо тесно взаимодействовала с теми подразделениями КГБ, которые занимались финансовыми операциями с Западом, создавали сеть фирм, компаний, банков, финансирующих и реализующих цели и программы Комитета государственной безопасности. Одновременно Андропов оказал поддержку ЦК ВЛКСМ по созданию Центров научно-технического творчества молодежи, первых предприимательских структур в России, возникших в самом начале 80-х годов. Еще одним свидетельством стала разработка операции НЕВЭТ по целенаправленному созданию финансовой сети в Европе и Америке, которая бы могла не только обслуживать нужды разведки, но и нацеливаясь на экспансию, на захват наиболее быстро растущих и перспективных инвестиционных финансовых структур Западного мира. Все это были элементы плана, которым хотели обеспечить устойчивую финансовую базу для разгромленного, но по мысли Андропова, непобежденного русского советского национального проекта. Этот пункт программы Андропова, как мы полагаем, воплотили лишь частично. Осуществление намеченных в этом направлении мер было приостановлено вместе со смертью Генсека. Однако какие-то элементы этой программы были проведены в конце 70-х годов. Конец цитаты. Речь шла о фирме Петовранова. Смерть Андропова, приведшая в конечном итоге гласности и перестройки Михаила Горбачева, сильно видоизменила исходный четкий план, сделав его сложным и шершавым. Но цель заговорщиков осталась той же – консолидация власти госбезопасностью и выход из-под политического и идеологического контроля КПСС. С уходом Андропова этого можно было достичь лишь через развал СССР и ослабление монополии Компартии на политическую и экономическую власть в стране. Так называемая гласность должна была способствовать ослаблению власти КПСС, так называемая перестройка, ослаблению экономического диктата партии. Отдельно стоит остановиться на, так сказать, загадочной личности самого Кугушева. По сведениям старшего аналитика Вильнюсского института политического анализа Мариуса Ларионовичуса, Кугушев был офицером КГБ, представленным с середины 80-х к двум перспективным реформаторам – Егору Гайдару и Анатолию Чубайсу. Вот что рассказывал член Московской ленинградской группы экономистов, возглавляемой в те времена Гайдаром и Чубайсом Симон Кордонский в интервью Радио Свобода в июле 2019 года. Цитата. «Я стал заместителем редактора журнала «Век 20» и «Мир». А вы знаете, кто был главным редактором? Анатолий Беляев, генерал-лейтенант разведки, который вышел в запас. А нашим куратором с Е. Гайдаром был Сережа Кугушев. Он был штатным сотрудником аналитической группы КГБ. Он, так сказать, толкнул все это. В 1989 году С. Кугушев попросил меня написать о том, как перейти от социализма к капитализму. Я написал под фамилией Алтаев. Текст под названием «Сценарий X» был позже опубликован. Статья о такой идеологии была далеко не единственной. Сценарии перехода к так называемой китайской версии были уже разработаны. Но люди, которые должны были сделать все это, почувствовали вкус денег. Они хотели жить, как на Западе, но сохранить свой статус. Конец цитаты. Это подтверждает и сам Кугушев. В опубликованной им в «Комсомольской правде» в феврале 1991 года статье, разъяснявшей, что проводить в жизнь реформы могло только состоявшее из, цитата, «бизнесменов, военных и сотрудников спецслужб строгое правительство». Это блок настоящих бизнесменов, военных и сотрудников спецслужб, пользующихся широкой поддержкой населения, который может остановить дальнейшее разграбление страны и провести приватизацию на благо ее народа. «Если мы откинем эмоции и посмотрим на исторический опыт различных стран, которые пытались перейти от тоталитаризма к рыночной экономике, следует признать, что в любом случае реформы опирались, если не прямо, то косвенно, на военную силу, на очень строгое правительство. Следовательно, остается второй путь – рыночные реформы, которые проводятся строгим правительством». Конец цитаты. Но создавать это строгое правительство планировалось через новые современные рыночные структуры. 24 мая 1989 года в Москве появилось совместное советско-американское предприятие «Мост». С советской стороны учредителем СП стал информационно-консультационный кооператив «Инфакс», директором которого числился некий Владимир Гусинский. Гусинский родился в Москве 6 октября 1952 года. По окончании школы он несколько лет проучился в Московском институте нефти и газа имени Губкина, но был отчислен оттуда за неуспеваемость. С 1973 по 1975 год он служил в армии. После демобилизации поступил в Государственный институт театрального искусства «ГИТИС» на режиссерский факультет, который окончил в 1980 году. Однако после окончания учебы места в столице Гусинскому не нашлось и работать пришлось на периферии, а ему очень хотелось вернуться в Москву. Тогда кто-то из преподавателей ГИТИСа посоветовал ему обратиться за помощью, и так сказать, коллеге, сотруднику КГБ Владимиру Степановичу Цибизову, тоже выпускнику режиссерского факультета ГИТИСа. В КГБ, где долгие годы служил его родной дядя, Цибизов пришел после окончания Государственного института театрального искусства. В первом отделе пятого управления он курировал театры и госконцерт СССР, ведомство, которое занималось гастролями советских творческих коллективов за границей и организацией на территории СССР гастролей зарубежных артистов. Гусинский познакомился с Цибизовым в общей компании и быстро нашел с ним общий язык. ГБИСТ предложил Гусинскому сотрудничество, тот согласился. Так, в агентурном аппарате второго отделения первого отдела пятого управления в начале 80-х появился и был зарегистрирован агент Денис. Шустрого и пронырливого Дениса Пятое управление продвинуло сначала на организацию церемонии открытия спортивного праздника 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 85-м году. Затем Гусинского, так сказать, бросили на организацию церемонии открытия спортивных игр доброй воли в Москве в июле 86-го года, во время которых Гусинский, выполняя задания своих кураторов-чекистов, сумел установить тесный контакт с организатором игр с американской стороны миллиардером Тедом Тернером. Начиная с 70-х, Тернер бурно развивал в США свой бизнес и к середине 80-х был уже владельцем целого ряда ведущих американских телеканалов и спортивных команд. Именно ему принадлежала идея проведения международных спортивных соревнований, которые должны были стать альтернативой Олимпийским играм после советского вторжения в Афганистан и объявленного Советскому Союзу в связи с этим бойкота. Советские спецслужбы еще на начальной стадии подготовки московских игр доброй воли приступили к тщательному изучению самого Тернера. Уж очень заманчивой была перспектива использования его в качестве агента. Вербовка Тернера предоставила бы новые возможности для советской пропаганды и дезинформации, поэтому во время визита Тернера в Москву в 1986 году он был плотно окружен офицерами советской разведки и агентурой КГБ. В числе агентов, направленных на изучение Тернера, оказался Денис Гусинский. Будущий олигарх и медиамагнат в то время был главным организатором культурной программы для иностранных участников московских игр. В один из дней для иностранных и советских журналистов, аккредитованных на играх, устроили круиз по Пироговскому водохранилищу. Почетным гостем на круизе был Тернер. В числе офицеров КГБ, негласно сопровождавших Тернера во время плавания на корабле, был старший оперуполномоченный 5-го отдела УКГБ по Москве и Московской области майор Александр Георгиевич Михайлов, впоследствии генерал и руководитель СОС ФСБ РФ. Во время приятного круизного плавания, обильно сдобренного различными зарубежными напитками и традиционными российскими яствами, Денис сумел расположить к себе американского гостя. Завербовать Тернера не удалось. Но это важное знакомство Гусинский использовал, когда начал создавать мост. Инфакс Гусинский зарегистрировал еще в 88-м году при содействии Министерства внешэкономических связей МВС СССР, с которым с 66-го года плотно работал как руководитель ТПП Питавранов. Именно он стоял тогда по линии госбезопасности за созданными гусинским структурами. Финансовым инструментом моста стал учрежденный в сентябре 89-го года, возглавляемый тем же Гусинским «Мостбанк». Американским партнером СП «Мост» являлась авторитетная юридическая фирма «Арнольд и Портер», имевшая головной офис в Вашингтоне. Ее создали вскоре после окончания Второй мировой войны трое опытных юристов – «Арнольд», «Фортес» и «Портер». Арнольд в прошлом был профессором права в Ельском университете, ассистентом генерального прокурора США и судьей апелляционного суда США. Его партнер «Фортес» через некоторое время оставил фирму и работал на высоких правительственных должностях. Еще один основатель фирмы – «Портер» – до ее создания занимал ведущие позиции в различных госучреждениях США. Арнольд и «Портер» имела офисы в Брюсселе, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Силиконовой долине и Вашингтоне. В фирме работали 800 опытных юристов. Оставалось только удивляться, как новоявленному кооперативу «Инфакс» удалось стать партнером уважаемой и авторитетной на международном уровне американской фирмы. Тем более, что любому юридическому лицу в СССР в те годы для осуществления внешэкономической деятельности необходимо было получить в МВС соответствующую лицензию. Впрочем, у скороспелого кооператива «Инфакс» проблем с получением лицензии не возникло, поскольку связи Питавранова в МВС сработали безотказно. Посложнее обстояло дело с нахождением зарубежного партнера для «Инфакса». Однако в этом Гусинскому помог член группы Питавранова, бывший первый заместитель руководителя ПГУ Борис Иванов. Он дважды в разные годы возглавлял резидентуру советской внешней разведки в США. Должностью прикрытия для него являлся пост советника постоянного представителя СССР в Организации Объединенных Наций ООН. Члены комиссии ООН по правам человека и подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите меньшинств. Во время работы в США генерал Иванов установил широкие связи в американском истеблишменте, и для него не составляло труда найти партнера для «Инфакса». Гусинский был не единственным агентом КГБ, через которого учреждались фирмы и банки. Банк «Столичный» учредил Александр Смоленский, агент Пятого управления, со времени его работы в типографии «Союзспортобеспечения Госкомспорта СССР», курируемого до 1977 года первым отделением 1-го отдела 5-го управления, а с 1977 года новым 2-м отделением 11-го отдела 5-го управления. Смоленского привлекли к работе под псевдонимом «Тетя Шура» и использовали прежде всего в разработке зарубежных сионистских центров. Председателем правления Банка «Национальный кредит» был Борис Федоров, агент Пятого управления и близкий друг министра спорта и личного тренера Ельцина по теннису Шамиля Торпищева, завербованного в 1980-м Олимпийском году. Торпищева использовали для контрразведывательного обеспечения канала международного спортивного обмена. В начале 1991 года из зарубежной командировки в США в родной Ленинград вернулся Владимир Владимирович Якунин. Родившийся в 1948 году Якунин окончил в 1972 году Ленинградский механический институт по специальности производства летательных аппаратов и был зачислен в 101-ю школу. Так скромно, не вызывая вопросов обывателей, называлось учебное заведение, готовившее кадры советских разведчиков. После смерти Андропова 101-я школа, получившая статус института, стала называться Краснознаменный институт КГБ СССР имени Ю.В. Андропова. Сейчас это Академия внешней разведки РФ. По завершении двухгодичного обучения Якунина направили в первый отдел УКГБ по Ленинградской области. Работал он под прикрытием должности старшего инженера управления Государственного комитета Совета министров СССР по внешнеэкономическим связям. Затем начальником отдела физико-технического института имени А.Ф. Иофи Академии наук А.Н. СССР. Служба Якунина в тот период относилась к сфере интересов управления ТЭ, научно-техническая разведка ПГУ. В 1985 году Якунина зачистили в состав Центрального аппарата Советской разведки и под дипломатическим прикрытием отправили в США, где он занимал должность секретаря постоянного представителя СССР при ООН. О том, почему в тот период банковский бизнес оказался исключительно привлекательным, настолько, что офицеры ДР типа Якунина стремились уйти именно туда, и как именно образовывались из ниоткуда так называемые партийные деньги, перечислявшиеся на коммерческие счета, где из безналичных они становились наличными, рассказывал в 2011 году Арнольд Васильевич Войлоков, 79-го по 90-й год занимавший должность заместителя начальника и начальника управления денежного обращения Госбанка СССР. Цитата. В начале 60-х годов три года подряд принимались закрытые решения ЦК КПСС о том, что Госбанк в виде исключения должен выделить бюджету помощь в виде кредита. На один год деньги брали из системы Гострудсберказ. Вначале по несколько миллионов, затем десятков миллионов. Потом исключение сделали правилом, и в 80-х годах процесс вышел из-под контроля. Брать стали миллиардами. В балансе эту строчку о заимствовании денег у населения не публиковали. О ней знали всего несколько человек. Так что даже в совершенно секретном балансе Госбанка название этих расходов не упоминалось. В 87-88 годах с появлением новых коммерческих организаций, в первую очередь посреднических кооперативов, Центров научно-технического творчества молодежи, НТТМ, в наличном обороте Советского Союза происходят чудеса. «Нельзя сказать, что это стало для нас сюрпризом. Мы ведь предупреждали ЦК КПСС в своих записках, что непродуманные реформы могут привести к созданию структур, основная задача которых – превращение безналичных денег в наличные». В апреле 91-го года вместе с группой своих друзей и соратников Якунин создал фирму по привлечению иностранных инвестиций, акционерное общество закрытого типа АОЗТ, Международный центр делового сотрудничества. Помимо этого он вошел в Совет директоров Банка России, братьев Юрия и Бориса Ковальчуков. Банк этот создавался в том числе на деньги КПСС. В 91-м году Ленинградский обком партии, активно участвовавший в распихивании денежных средств в различные структуры, внешне с партией не связанные, перевел на счет в банк весьма немалую для тех дней сумму – 50 миллионов рублей. Еще одной созданной для отмывания партийных денег структурой стал Молодежный коммерческий банк, позднее переименованный Финистбанк. Александр Щербаков с 89 по 93 год, являвшийся председателем правления банка, рассказывал в 2010 году, как банки отказывались возвращать однажды полученные на коммерческие счета партийные деньги. Цитата. Осенью 91-го года пришли к нам следователи специальной бригады Генеральной прокуратуры, так сказать, деньги партии искать. У нас действительно лежал депазит управления делами ЦК КПСС. Мы тогда ответили гостям – давайте решение суда о законном правоприемнике все немедленно исполним. В результате ряд банков деньги по команде перечислили на указанный счет, а вот мы и еще целый ряд банков не стали этого делать, а на депазитном счете у нас продолжало лежать 275 миллионов тех советских рублей. Все в итоге так и осталось, законного правоприемника по сей день не нашлось. Конец цитаты. Отдельный блок деятельности Бабкова был связан с группой его агентов, внедренных в различные советские учреждения и институты, курируемые Пятым управлением КГБ. В августе 1989 года оно было переименовано в управление ЗЭ – защита конституционного строя. Всем этим агентам Бабков предоставил возможность продемонстрировать свою полезность. Многие из них достигли очень больших высот в российской политике. Например, будущий кандидат в президенты России на выборах 2000 года – Алексей Подберезкин. Подберезкин родился в 1953 году в Москве в семье рабочего. Закончил вечернюю среднюю школу. Отслужил в армии. После демобилизации пошел на подготовительные курсы МГИМО и сумел поступить в этот престижный вуз. Кто же помог честолюбивому и способному юноше? В МГИМО обучалось большое количество студентов из числа так называемой «золотой молодежи» – детей советской и партийной элиты и известных представителей интеллигенции. Но по существовавшим в КГБ нормам их нельзя было вербовать в качестве агентов. Эти же требования распространялись на родственников, состоящих на службе офицеров госбезопасности. Вместе с тем, 7-му отделу ВГУ, курировавшему МИД СССР и подведомственной ему МГИМО, было поручено оперативное обеспечение этих объектов с целью выявления неблагонадежных лиц и предотвращения их последующего найма на работу в МИД. Таких, как Подберезкин, бывших рабочих и вчерашних солдат, в МГИМО практически не было. Но именно в них была серьезная потребность. Агенты, завербованные из числа студентов вузов, обычно были представителями средних и низших слоев советского общества, полагавшими, что, помогая КГБ, демонстрируют свою лояльность советскому строю и за это могут рассчитывать на помощь со стороны госбезопасности. И действительно, органы КГБ активно продвигали свою агентуру всякий раз, когда такая возможность представлялась. Приобретя могущественных покровителей в лице КГБ, закончивший в 1979 году МГИМО Подберезкин, на два года был оставлен в нем на должности научного сотрудника, поскольку он нужен был КГБ в качестве агента в стенах этого учреждения. В 1981 году Подберезкина перевели на работу в КМО, который курировался первым отделением первого отдела пятого управления. Оперативным наблюдением за КМО руководил старший оперуполномоченный майор Евгений Семенихин, начинавший свою службу в седьмом управлении КГБ в подразделении наружной службы. Его, как куратора КМО, сменил капитан Александр Кочетков, осуществлявший негласное сотрудничество с Подберезкиным. В КМО Подберезкин оставался до 1985 года и возглавлял там группу научных консультантов. Пошедший по стопам Подберезкина будущий известный российский политик, вице-премьер правительства России Рогозин так характеризовал КМО. Цитата «КМО СССР, созданный еще в годы Великой Отечественной войны под названием «Антифашистский комитет советской молодежи», представлял собой автономную по отношению к аппарату ЦК ВЛКСМ организацию. Нас связывали общее управление делами и здание в самом центре Москвы, на улице Богдана Хмельницкого, ныне «Моросейка», в котором около ста сотрудников, или точнее так называемых «ответственных работников» комитета занимали второй и третий этажи. На самом деле это было настоящее шпионское гнездо. Добрая половина всех сотрудников КМО СССР одновременно работала либо во внешней разведке, либо в контрразведке. Мы их так и называли – «многостаночными». Они то и дело отлучались с работы, объясняя свое отсутствие необходимостью выйти на связь с центром». Конец цитаты. В 1982 году Подберезкин защитил диссертацию на соискании ученой степени кандидата наук по так называемой военно-политической проблематике. Более точных сведений о его диссертации в открытых источниках обнаружить не удается. Место защиты кандидатской диссертации тоже не сообщалось. Положительно зарекомендовав себя в качестве агента КГБ, Подберезкин в 1985 году с помощью кураторов из 1-го отделения 1-го отдела 5-го управления, курировавших КМО, смог поменять место своей службы на значительно более привлекательный институт мировой экономики и международных отношений, и ММО, курировавшийся тем же отделением и отделом КГБ. Следующей диссертацией, принесшей Подберезкину в 1990 году звание доктора исторических наук, был научный труд под названием «Значение системы боевого управления в военной доктрине США», после чего его стали считать специалистом по проблемам национальной безопасности и военной политики. Местом защиты докторской диссертации гражданского ученого по столь специфической тематике, да еще и с пометкой для служебного пользования, была Ордена Красного Знамени Дипломатическая Академия Министерства Иностранных Дел СССР. МИД СССР – сугубо гражданское учреждение. По этой причине мог показаться странным факт награждения Академии МИДа боевым орденом Красного Знамени. Но странность эта была легко объяснимой. В системе Академии в течение многих десятилетий существовал факультет, на котором обучались военные разведчики. Выбор Подберезкиным темы для диссертации и публикаций убедительно свидетельствовал о многолетнем и плотном контакте Подберезкина с советскими и российскими спецслужбами, для которых, так сказать, родная коммунистическая партия давно стали обременительной и ненужной. Неудивительно, что неприкасаемый и не боявшийся санкций надежный агент госбезопасности Подберезкин уже в 90-м году, сразу же после защиты им докторской диссертации, где первая глава называлась марксистско-ленинские основы анализа военных доктрин и их развития во второй половине 80-х годов, покинул ряды КПСС. И с тех пор карьера его резко пошла в гору. В апреле 90-го года КГБ создал организацию, получившую название Российско-Американский университет, РАУ. Официальным инициатором создания этой структуры, ее президентом, стал Подберезкин, в то время являвшийся старшим научным сотрудником ИМЭМО и одновременно преподавателем дипломатической академии МИД СССР. В действительности в РАУ не было ничего, так сказать, американского. Российско-Американским университетом эта структура КГБ называлась для конспирации. В очередной раз предоставим слово Рогозину. Цитата. После КМО я ушел работать в более чем странную контору под названием Российско-Американский университет, РАУ, которую создал и возглавил некто Алексей Подберезкин. С этим деятельным авантюристом, когда-то тоже работавшим в Комитете молодежных организаций, я познакомился во время одной из служебных командировок. Он неоднократно зазывал меня пойти работать в РАУ, а поскольку других предложений мне никто не делал, я согласился. Платили в РАУ по тем временам прилично. К Америке Российско-Американский университет не имел ровным счетом никакого отношения, за исключением того, что в его руководстве было достаточно много ученых и ветеранов спецслужб, работавших на направлении, так сказать, основного противника. «Университет занимался всем – открытием частных лицеев и салонов красоты, перепродажей чего-то кому-то и даже наблюдением за НЛО». Конец цитаты. В 92-м году Подберезкин возглавил еще одно детище КГБ, созданную на базе РАУ международную неправительственную научно-исследовательскую организацию РАУ-корпорация, не связанную никакими академическими ограничениями, но издававшую ежемесячный научно-аналитический журнал «Обозреватель». В первом номере этого журнала среди авторов оказался бывший начальник ПГУ, исполнявший обязанности последнего руководителя КГБ – Леонид Шибаршин. В редакционную коллегию журнала вошли также бывшие подчиненные Бобкова, возглавлявший с 25 января по 25 сентября 1991 года Управление ЗЭ – генерал-майор Валерий Павлович Воротников, с 88 года являвшийся заместителем начальника Пятого управления и офицер 7-го отдела Пятого управления, затем Управление ЗЭ – Алексей Большов, входивший теперь в правление РАУ-корпорация. Созданные госбезопасности РАУ и РАУ-корпорация позиционировали себя как центры «оппозиции либерально-демократическому прозападному курсу правительства России», о чем сообщал сайт МГИМО, тесно сотрудничавшего с РАУ и РАУ-корпорацией. В начале 90-х госбезопасность поручила Подберезкина новый идеологический проект «разработку национальной идеи и идеологии государственного патриотизма как платформы для консолидации прогрессивных сил всего общества и основы для поиска разумных компромиссов между различными политическими силами в интересах возрождения России как великой мировой державы». Секрет быстрой, так сказать, раскрутки и успешной деятельности РАУ и РАУ-корпорации был прост. Основным учредителем РАУ стал Финистбанк, в который заблаговременно были направлены партийные деньги, так партии и не отданные, а потраченные сначала на РАУ, затем на РАУ-корпорацию. В числе тех, кто создавал РАУ, а позже стал первым вице-президентом РАУ-корпорации, был Андрей Жуков, офицер ПГУ, вышедший в ДР и служивший под прикрытием на различных постах, оставаясь членом законспирированной группы Питавранова-Бабкова. Жуков специализировался на выводе из страны денег и алмазов. 7 апреля 2006 года газета «Коммерсант» в статье под названием «Алмазы потянули на 11 лет» сообщала, цитата, Мосгорсуд вынес приговор по нашумевшему делу о контрабанде алмазов в Израиль на 25 миллионов долларов, в которой подозревали экс-консультанта международного отдела ЦК КПСС, а ныне депутата Госдумы из фракции «Родина» Андрея Жукова. Его ближайших партнеров по алмазному бизнесу, заместители гендиректора Жукова фирмы «Аурум Плюс» Аркадия Мерзаева и Татьяну Кузьмину, суд приговорил к 11 годам лишения свободы. Из обвинительного заключения и приговора суда следовало, что Мерзаев и Кузьмина являлись членами израильско-российского преступного сообщества, в составе которого они контрабандным путем переправили в Израиль 33 748 каратов алмазов на 25 миллионов долларов, были причастны к незаконному обороту драгоценных камней на 35 миллионов и отмывании 49 миллионов рублей. Во время суда не были названы организаторы преступного сообщества, однако из материалов уголовного дела следует, что одним из них был в прошлом офицер внешней разведки, ставший впоследствии депутатом Госдумы и членом ее комитета по международным делам Андрей Жуков. Конец цитаты. Партнером А.Д. Жукова в алмазном бизнесе был Владимир Давидсен, родившийся в 1939 году в Польше, эмигрировавший в Израиль и сменивший имя на Бен Давидзеев. В Израиле он занимался ювелирным бизнесом совместно с советским разведчиком Калмановичем. Неординарным сотрудником РАУ-корпорации был Валерий Захарович Вдовенко. Публично он неоднократно заявлял, что его отец, Захарий, в течение ряда лет являлся помощником одного из заместителей председателя КГБ. Сам же Валерий в 1978 году был принят на службу в оперативно-техническое управление КГБ, затем служил в ПГУ. А в 1990 году по линии ЦК КПСС и КГБ был направлен как офицер ДР в РАУ-корпорация к Подберезкину, Рогозину и Жукову. У завербованного пятым управлением агента Рогозина в жизни тоже все складывалось благополучно. Он попал в обойму во время службы в КМО и охотно пошел на негласное сотрудничество с КГБ, так как мечтал о деятельности разведчика. Рогозин подробно описывает в своих воспоминаниях, как именно и почему его не взяли в разведку. В разведку его действительно не взяли. Но это не помешало ему стать завербованным агентом пятого управления. Рогозин учился на международном факультете МГУ. Приобщил его к тайной деятельности в качестве агента, занимавший тогда пост начальника первого отделения третьего отдела пятого управления подполковник Владимир Масленников, сам в прошлом агент КГБ, перешедший на работу с должности декана филологического факультета МГУ. При поддержке КГБ Рогозин уже во время учебы в МГУ стал корреспондентом-стажером на Центральном телевидении. Положительно зарекомендовав себя в качестве агента, Рогозин был принят на работу в КМО, сменив недавно переведенного из него в ММО Подберезкина. В КМО Рогозину было поручено руководить сектором международных организаций, дабы КГБ мог четко контролировать каналы международного обмена. По несколько раз в месяц Рогозин выезжал за границу. Кроме того, он занимался организацией крупных международных форумов. В 1989 году он организовывал выезд советской молодежной делегации во Францию на Всемирную молодежную встречу Париж-89, приуроченную к 200-летию Великой Французской революции. При формировании состава делегации Рогозин, следуя указаниям кураторов из Пятого управления, насыщал ее агентурой и сотрудниками госбезопасности. В 1990 году Рогозина перевели к Подберезкину, в РАУ-корпорацию, назначив его первым вице-президентом. Оставался он в этой должности до 1994 года. Одновременно в 1993 году Рогозин приступил к выполнению еще одного задания спецслужб – организации народно-патриотического движения под названием «Конгресс русских общин» КРО, во главе которого оставался до 2002 года. Оседлав становившийся год от года все более популярным в России русский национализм, Рогозин набирал политический вес, став в конце концов вице-премьером и лидером партии Родина. Так, стараниями советско-российских органов госбезопасности был взращен новый амбициозный политический деятель, прицеливавшись на кресло главы российского государства. Еще одним птенцом из группы Петовранова, почти оказавшимся в кресле президента России, был Примаков, дошедший по иерархической лестнице до должности премьер-министра. С Примаковым Бабков имел многолетнюю агентурную связь. Молодой арабист Примаков в 1956 году был принят на работу в Главное управление радиовещания на зарубежные страны, на должность редактора арабской редакции и с той поры прочно связал свою жизнь с органами КГБ. В возрасте 26 лет он возглавил арабскую редакцию, в которой работало 70 специалистов. По заданию первого заместителя руководителя ПГУ Б. Иванова, Примаков во время командировок на Ближний Восток в качестве корреспондента газеты «Правда» осуществлял регулярные контакты с лидером курдских повстанцев Мустафой Барзани. И это было далеко не единственное поручение, выполняемое Примаковым в интересах советской внешней разведки. В 1970 году он получил назначение на должность заместителя директора ИММО, куда были переведены затем на службу многие агенты госбезопасности. В РАУ-корпорации служил также генерал КГБ Алексей Николаевич Стерлигов. Он родился в 1943 году в небольшом селе в Туйской области. В 1966 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт. По комсомольской линии был направлен на высшие курсы КГБ при ВКШ КГБ. В 1967 году стал сотрудником у КГБ по Москве и Московской области. Службу проходил во втором отделе, впоследствии второй службы, являвшемся контрразведывательным подразделением. Одновременно был парторгом второго отдела второй службы, что способствовало его карьерному росту. После того, как в декабре 1982 года председатели КГБ Виталия Федорчука освободили от должности и назначили на пост министра внутренних дел СССР, он обратился в ЦК КПСС с просьбой направить в МВД СССР группу опытных чекистов для усиления его кадрового состава. В соответствии с этой просьбой по решению ЦК КПСС из Центрального аппарата КГБ и УКГБ по Москве и Московской области на руководящие должности в МВД СССР было направлено 150 офицеров госбезопасности. В их числе был подполковник Стерлигов. В 1983 году он стал полковником и начальником УБХСС Управления по борьбе с хищениями социалистической собственности ГУФД Москорисполкома. После этого Стерлигов был переведен в аппарат Совета министров СССР, где возглавил шестой сектор данного ведомства, уже в звании генерал-майора. С июля по октябрь 1990 года он занимал должность управляющего делами Совета министров РСФСР. И вдруг, как и его будущий шеф Подберезкин, в 1990 году генерал КГБ Стерлигов вышел из рядов КПСС и перешел на работу в РАУ. В Советском Союзе выход из рядов КПСС был событием экстраординарным, ведущим к увольнению с работы, к концу карьеры, к риску помещений в сумасшедший дом, к получению волчьего билета. Это было деяние, приравнимое к государственной измене, особенно когда речь шла о генерале КГБ. Но Стерлигов из-за выхода из КПСС почему-то не пострадал. Географически основным плацдаром деятельности группы Питавранова-Бабкова была Москва, где у Пятого управления все было, так сказать, схвачено через многочисленную агентуру. Важнейшим и полезнейшим московским агентом Бабкова оказался Гавриил Попов. Родился Гавриил Попов в 1936 году в Москве. В 1959 году он закончил экономический факультет МГУ, в 1963-м аспирантуру, стал доцентом экономического факультета МГУ, заведующим кафедрой управления и деканом факультета. Тогда же он решил отстроить дачу в Подмосковье. Проблема оказалась в том, что строительство превышало финансовые возможности семьи Попова, но отказываться от заветной мечты не хотелось. Выход был найден в платных консультациях для аспирантов и соискателей научных степеней. Но консультации, по сути, были скрытой формой взяток, хотя внешне все выгодило законно. Экономический факультет МГУ курировал Балев, который сорвением стал собирать компромат на заведующего кафедрой Гавриила Попова. Дело шло к передаче материалов в следственные органы для привлечения так называемого консультанта к уголовной ответственности за систематические взятки. Но мудрый Бобков счел более выгодным припугнуть незадачливого строителя дачи уголовной ответственностью и завербовать его, великодушно отведя от него угрозу тюрьмы. Посадка Попова много бы не дала. Подобные дела относились к компетенции МВД. А вот завербовать заведующего кафедрой одного из престижных факультетов МГУ в качестве агента было делом куда более целесообразным и соблазнительным. Оказавшийся в безвыходной ситуации Попов дал согласие на вербовку себя в качестве агента, но попросил, чтобы нелюбимого им Балева заменили другим офицером, лично Попова-непреследовавшим. Бобкову важнее было иметь надежного помощника в лице завербованного Попова, чем отстаивать судьбу обычного опера, которых в Пятом управлении была не одна сотня, и он согласился. Балева перевели во второе отделение первого отдела Пятого управления, где ему поручили введение разработки виолончелистом Стислава Ростроповича, лишенного советского гражданства за поддержку писателя-диссидента Александра Солженицына. А в судьбе Гавриила Попова после вербовки изменения происходили только к лучшему. В 88-м по 91-м годах он стал главным редактором журнала «Вопросы экономики». В марте 89-го года его избрали народным депутатом Верховного Совета СССР. Год спустя, в марте 90-го, Попов стал депутатом Моссовета от блока «Демократическая Россия». 20 апреля он возглавил Моссовет, а в июне 91-го года был избран первым мэром «Демократической Москвы», отдав ключи от города в руки Питовранова и Бобкова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok